Александр Ярославич Невский Один из крупнейших событий в истории Руси – разгром немецких рыцарей на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года. Художники, композиторы, поэты не раз обращались в своем творчестве к этому событию. Вот сейчас вы видите на экране картину художника Павла Корина «Александр Невский». В нашу передачу мы также включили фрагменты из кинофильма режиссера Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», музыку композитора Прокофьева к этому фильму и отрывки из поэмы Константина Симонова «Ледовое побоище». Шел 13 век. Небывалое бедствие обрушилось на русские земли. Огромное полчища ханов Золотой Орды напало на русские гняжества. Ослабленные в междоусобных войнах русские города не смогли дать решительного отпора врагу, не выставили в минуту смертельной опасности единой рати. Вот и погибали славные русские города поодиночке. Даже стольный град Киев был превращен в пепелище. Никто из князей не пришел к нему на подмогу. По всей стране остались следы тяжелых сражений, а над поверженными княжествами Руси установилась тяжелая унизительная ига Золотой Орды. Золотой Орды Золотой Орды. А кого ищешь, батька? Лишь немногие русские города уцелели в ту лихую годину. Прошло Батыево войско стороной мимо Пскова, в Таверстах остановилось у новгородских стен. В 1240 году с запада на Русь напали шведские рыцари. Русь была разорена и они надеялись на легкую победу. Вот тут-то и проявился впервые полководческий талант молодого новгородского князя. 20-летний Александр Ярославич наголову разбил на реке Неве шведских захватчиков. С тех пор народ стал называть его Невским. Опасаясь власти князя, новгородские бояре почти сразу после победы на Неве вынудили его покинуть город. Князь удалился в родную вотчину Переяславы. Просьбь в драку лезть. В дом входя, хозяев не бьют. Кто будет? Князь здешний, Александр. Невское твое прозвище. Ага. Ты был шведов. Я. А здесь что делаешь? Рыбу ловлю. Другой работы нет? А чем это плохо? В борту поезжай. Большим начальником будешь. Нам воеводы нужны. Есть у нас поговорка. С родной земли умри, да не сходи. Прошло всего два года, и новая угроза нависла над Руссией. Немецкие рыцари двинулись вглубь северных русских земель. И вот крестоносцы захватили из Борск. Хозяйничают в Копорье. Чинят разбой Пскове. Измена этот город был сдан врагу. Два дня, как Псков потерян нами, И видно на стоверста крест Над башней Орденское знамя. На белом поле черный крест. В больших посадничьих палатах С кривой усмешкой на устах Сидит Ливонец в черных латах С крестами в десяти местах. Сидит надменно, как на пире, Поставив черный шлем к ногам И по хозяйски растопыря ступни в железных пошмаках. Ему легко далась победа. Был мор и глад, и недород. На Новгород напали шведы, Татары были у ворот. Хозяйничают крестоносцы в Пскове. И вот они делят между собой уже Новгородские земли. Видно, не пошли им впрок Уроки Невской битвы. Гудит над Новгородом бичевой колокол. Общая опасность сплотила новгородцев. В городе поселилась тревога. Враг у ворот, а князь в отъезде, Который месяц шел к концу, Как он со всей дружиной вместе В перья славы ушел к отцу. На то нашлась своя причина. Если Александр был мил пока, Громила шведой немчиной его тяжелая рука. Но в Новгород, придя с победой, Он хвост боярам прищемил. И сразу стал не лучше шведа для них, Не прошен и не мил. Бояре вверх навече взяли, Заткнув меньшому люду рот, Дорогу князю показали И проводили до ворот. Теперь, когда с Ливонской сворой Пришлось жестоко враждовать, Пошли навече ссоры, споры, Обратно звать или не звать. Всем богачам все едино, Кто мать, кто мачеха. Где Барыш, там тебе и родная земля. А нам, малому люду, Под немцем смерть верная. Надо звать Александра! Немцев пить! Смать Александра! Не хочу, Александра! Не хочу, Александра! Не хочу! Смать Александра! Нечего Александра ждать. Собраться живо самим И дарить на немца. Замажать Вердиславича возьмем. Он поведет. Белах бывал не таковских. Иди, замажь! Беда идет на нас большая. Больших людей от нас потребует. Не я. Другой нужен. И рука крепче. И голова посветлее. И слава, чтоб была по всей земле. И врагу, чтоб в этом был. Кто ж нужен? Братья! Князь Александр Ярославич! Гонцы застали князя Александра в его родном городе Переяславле. Быстро снарядилась княжеская дружина. Бывалые ратники, сподвижники князя давно уже на готове. На Новгород немец движется. Али перетрусил, господин Великий Новгород. Сирот, пожалей! Позабудь обиды, Ярославич! Встань за дело Новгородское! За обиду русской земли встану! Слово верное! На защиту встань! На защиту? Защищаться не умею! Сами бить будем! Без меры бить будем! Дружина твоя, князь. И хуже немецкой. Дружины одной мало. Мужиков подымем. К весне врага разобьем. Главная забота сейчас собрать войско. Новгородское ополчение из ремесленников, горожан, купцов, крестьян пополнит дружины из северных народов. Да и отец, княжешина Владимира Суздальских землях не откажется прислать дружину. Ярославу Вселовичу уже удалось восстановить войско разбитые монголы. Всего будет около 20 тысяч ратных людей. Но как расставить их? Где быть решающей битвы? Об этом он подумает, не торопясь, на месте. И вот уже отбит Псков, освобождено Копорье, осталось дать решающее сражение, которое остановит дальнейшее продвижение крестоносцев на русские земли. Боевой порядок врага был известен. Рыцари пойдут в наступление устрашающим железным клином. В самом острие клина и по его бокам будут расставлены тяжело вооруженные рыцари, закованные в стальные доспехи. Их могучие кони также защищены броней. В середине этого боевого порядка легко вооруженные воины-кнефты. Вражеский клин врежется в наш головной заслонный полк. Как можно дольше должны удержать новгородцы на своих позициях наступающего врага. Главное, не позволить ему разрезать клином, как ножом, новгородский головной полк, разъединить его силой. Затем в бой вступят полки правой и левой руки. А решить исход сражения предстоит засадному полку и княжеской дружине. Но это планы. Все решит битва. На голубом и мокроватом, чудском, потрескивавшем льду, в 6750-м отцетворении году, в субботу, 5 апреля, сырой рассветную порой передовые рассмотрели идущих немцев темный строй. На шапках перья птиц веселых, на шлемах конские хвосты, над ними на древках тяжелых качались черные кресты, под нами лед, над нами небо. За нами наши города. Ни леса, ни земли, ни хлеба не взять вам больше никогда. И первый натиск немцев страшный, пехоту русскую углом, двумя рядами конных башен они врубились на пролом. Как в бурю гневные барашки среди немецких шишаков мелькали белые рубашки, бараньи шапки мужиков. В рубахах стиранных, нательных, тулупы на землю швырнув, они бросались в бой смертельный, широко в город распахнув. Новгородцы бьются ожесточенно, но, кажется, их силы уже на пределе. Это стало ясно Александру. И вот в бой вступают скрытые до поры полки правой и левой руки. Стиснутая с боков и окруженная рыцарская свинья ощетинилась копьями. Бронированные всадники застряли на месте, им не было простора. А русские удальцы сшибали их копьями, стаскивали крючьями, лучники метали стрелы в щели шлемов. Бой закипал снова сильно. Засмешались люди, кони, мечи, секиры, топоры, а князь по-прежнему спокойно следил за битвой с горы. Его дружинники скучали, топтались кони, тлел костер, бояре старые ворчали, или меч у князя не остер. Князь молча слушал разговоры, на супесь на коне сидел. Сегодня он спасал не город, не вотчин, не свой удел. Сегодня силой всенародной он путь ливонцам закрывал, и тот, кто рисковал сегодня, тот всею Русью рисковал. Пускай бояре брешут дружно, он видел все, он твердо знал, когда полкам засадным нужно подать условленный сигнал. И только выждав, чтоб ливонцы, смешав ряды, втянулись в бой, он, полыкнув мечом на солнце, повел дружину за собой, подняв мечи из русской стали, нагнув копейные древки, из леса с криком вылетали новогородские полки. По льду летели с лязгом, с громом, к мохнатым гривам наклонясь, и первым на коне огромном в немецкий строй врубился князь. Вне магистра! Вне магистра! Музыка э-э-э их КОНЕЦ КОНЕЦ Русские теснят рыцаря, теснят к тому месту на озере, где лед стал уже тонок и порист от весеннего солнца. Александр заранее рассчитал, что тяжелая рыцарская броня сможет проломить лед именно в этом месте. И отступая перед князем, бросая копья и щиты, с коней валились немцы на землю, воздев железные персты. Недояко они горячились, из-под копыт вздымали прах, тела по снегу волочились, завязнув в узких стременах. Стоял суровый беспорядок железа, крови и воды. На месте рыцарских отрядов легли кровавые следы. Одни лежали, захлебнувшись в кровавой ледяной воде, другие мчались прочь, пригнувшись, трусливо шпоря лошадей. Под ними лошади тонули, под ними дыбом лед вставал, их стремена на дно тянули, им панцирь выплыть не давал. И князь, едва остыв от свалки, из-под руки уже следил, как беглецов остаток жалкий к ливонским землям уходил. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 В 1942 году был учрежден орден Александра Невского. Этим орденом награждались офицеры и генералы Советской армии, которые в боях за родину проявили отвагу, мужество и храбрость и умелым командованием обеспечили успешные действия своих войск. Те из вас, кто хотят подробнее узнать об легендарной жизни Александра Невского, прочтите вот эту книгу из серии «Жизнь замечательных людей» доктора исторических наук Владимира Теренча Пашута, Александр Невский. И постарайтесь ответить на вопрос, почему имя Александра Невского пережило века и что в нашей сегодняшней жизни связывает нас с Александром Невским. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok